Юлия Викторовна Котовская из Геронатологического центра при 2-м медицинском институте, я так вкратце опишу, как это выглядит, который расскажет нам про аспекты безопасности антитробатической терапии в кардиологии. Пожалуйста, выходите в эфир, пока я вас не вижу. Ну, вот, на самом деле мы эту тему обсуждаем с разных сторон, не первый раз. Она у нас даже в рекомендациях по ковиду, постковидному синдрому прошла. Ну вот, поэтому, ну, наверное, что-то будет добрый день. Да, здравствуйте, Павел Андреевич. Небольшая техническая заминка, все в порядке. Да, бывает. Ладно, я, с вашего позволения, тогда отключаюсь, а вы остаетесь в эфире. Благодарю вас, большое спасибо за очень интересное вступление. Действительно, очень многое в жизни меняется. Но есть вопросы, которые всегда стабильные, о которых мы не можем не говорить. И, конечно же, это вопросы безопасного лечения различных заболеваний, особенно в тех ситуациях, когда мы осознаем риски априори, связанные с теми или иными лекарственными препаратами. Но при этом мы еще и осознаем, что эти лекарственные препараты мы назначаем в ситуациях, которые абсолютно показаны. И, говоря сегодня об антитромботической терапии, да, я вот постараюсь сконцентрировать внимание именно на этих вопросах. Безусловно, антитромботическая терапия уже стала терапией, которая спасает жизни, продлевает жизни. И сегодня чрезвычайно широк спектр состояний, когда антитромботическая терапия показана. Да, и еще раз повторюсь, у нас имеются убедительные данные, например, о том, что антитромбоцитарные препараты снижают заболеваемость и смертность, повышают выживаемость у пациентов с острым и хроническим коронарным синдромом. Да, как лечить фибрилляцию предсердия сегодня, точнее, может быть, не столько лечить фибрилляцию предсердия, сколько предотвращать ее осложнения, самое грозное из которых, наверное, инсульт, который может разрушить жизнь любого человека, мы не можем себе представить без антикоагулянта. Поэтому сегодня вот спектр, когда нам требуется воздействие на систему гемостаза, чрезвычайно широк. И обратите внимание, коллеги, сначала два слайда о тех состояниях, когда мы не должны использовать антитромбоцитарную терапию. Антитромботическую терапию, а точнее антитромбоцитарную терапию – это состояние, которое мы называем первичной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов пожилого возраста. Я невольно много внимания буду уделять именно этой категории пациентов. Это положение представителя российского геронтологического научно-клинического центра, ключевого института в области гериатрии в нашей стране обязывает. И вот данные многочисленных исследований, одно из которых, да, вот то, что мы привыкли говорить, наивысший уровень доказательности – плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование. Аспирин против плацебо – пациенты 70 лет и старше, без анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний. Картинка слева – ноль эффектов на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, плюс 38% повышения риска кровотечений. Соответственно, назначение аспирина в первичной профилактике – это вред, в том числе у пациентов пожилого возраста, как в контексте, о котором я уже сказала, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, так и в контексте другом. Да, мы очень много сейчас говорим о том, что мы должны доказать не только эффективность терапии с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых событий, каких-то заболеваний, но мы очень стремимся доказать эффективность той терапии, которую мы назначаем у пациентов пожилого возраста в гериатрическом контексте, а именно в контексте замедления, например, деменции, сохранения автономности. И мы видим, что на аспирин, который, как условно назовем противовоспалительное средство, как средство с противовоспалительным потенциалом, антитромботическим потенциалом, возлагались определенные надежды. Оказалось, что он не только не приводит к эффекту с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых событий, но и абсолютно не замедляет развитие когнитивных нарушений или физического снижения, физической зависимости от посторонней помощи. Более того, специальный анализ показал, что он способен повысить общую смертность. Поэтому, уважаемые коллеги, взвешивание пользы и рисков любых вмешательств, особенно в пожилом возрасте, чрезвычайно важно. И вот пример с ацетилосалициловой кислотой нам демонстрирует, да, вот эту современную позицию, почему не надо даже очень пожилых пациентов, которые априори пациенту высокого риска сердечно-сосудистого, применять такую профилактическую терапию, потому что риски значимо превышают пользу. Итак, еще один важнейший момент. Когда мы говорим о возрасте и антитромботической терапии, мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь значительно сложнее, только первичная профилактика нас интересует, но и те состояния, когда пожилой пациент вынужден применимать несколько препаратов, которые воздействуют на систему гемостаза. И, в принципе, понятно, что чем больше таких препаратов принимает пациент, тем выше риски кровотечений. И обратите внимание, вот насколько они выше, если принимаются три препарата с воздействием на систему гемостаза. И это ситуация, наверное, самая сложная, ситуация острого коронарного синдрома с необходимостью выполнения ЧКВ у пациента с фибрилляцией предсердий, когда вынужден принимать тройную терапию с воздействием на систему гемостаза. Это, с одной стороны, такая жизнеугрожающая ситуация, а с другой стороны, это достаточно частая ситуация, когда пациент пожилого возраста, будучи коморбидным, принимает другие лекарственные препараты, также по другим назначениям, например, нестероидные противовоспалительные средства, которые также способны повысить риск кровотечений. Ситуации, которые у пожилых пациентов могут к этому привести, очень много, и остеоантрит с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, зачастую без консультирования с врачом, это также ситуация, которая значительно снижает безопасность терапии, которую мы назначаем по всем показаниям, например, с целью вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий у пациента, перенесшего инфаркт, или у пациента с фибрилляцией предсердия. Ну и, собственно говоря, почему все это так важно? Потому что все препараты, которые мы привыкли и назначаем в соответствии с клиническими рекомендациями, абсолютно обоснованной, например, еще раз повторюсь, самые такие ситуации вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий, или антикоагулянты у пациентов с фибрилляцией предсердий, они обладают собственным потенциалом увеличения риска кровотечений, да, и эти риски связаны как со специфическими механизмами, как у ацетилсалициловой кислоты, да, так и с системными действиями, которыми обладает терапия антикоагулянтами. И, конечно же, желудочно-кишечные кровотечения, наверное, это самое сложное кровотечение, но в то же время самое, наверное, предотвратимое кровотечение при лечении препаратами, воздействующими на систему гемостаза. Но мы с вами помним о том, что желудочно-кишечное кровотечение – это следствие осложнения лекарственно индуцированной как гастро-так и энтеропатии, и это нас уже подводит к тому, что если мы хотим защитить пациента от этого события, то мы должны воздействовать более системно, чем только на одном уровне желудочно-кишечного тракта. Очень важно подчеркнуть, что действительно мы понимаем, что желудочно-кишечные кровотечения неоднородные, очень часто они остаются бессимптомными, особенно у пациентов пожилого возраста, при этом приводя к очень сложным последствиям. Даже небольшая кровопотеря из желудочно-кишечного тракта у пожилого пациента может приводить к анемии, а анемия в свою очередь запускает тот каскад, который крайне неблагоприятен в пожилом возрасте. Головокружение, слабость, снижение физической активности, снижение функционального статуса, все то, что еще в большей степени усугубляет проблемы лечения пациентов пожилого возраста. Иными словами, мы когда назначаем антитромботическую терапию пациентов пожилого возраста, мы с вами должны соблюсти вот этот необходимый баланс между пониманием пользы, которое хорошо доказано в тех ситуациях, о которых я говорила, вторичная профилактика фибрилляции предсердий, и необходимостью оценки и управления рисками желудочно-кишечных кровотечений по принципу «кто осведомлен, тот вооружен». Поэтому какие на сегодняшний день стратегии мы можем выбрать и рассмотреть с точки зрения снижения риска кровотечения у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Да, безусловно, давайте начнем вот с самой сложной категории пациентов. Пациенты, у которых имеется фибрилляция предсердий, развивается острый коронарный синдром, выполняется черезкожное коронарное вмешательство. О чем сегодня говорят рекомендации? Черезкожное коронарное вмешательство всегда влечет за собой назначение двойной антитромботической терапии на определенный срок. Но фибрилляция предсердий диктует нам необходимость назначения трех препаратов, да, то есть, по сути, мы попадаем в ситуацию максимального риска кровотечений. Современные данные исследований и современные клинические рекомендации подчеркивают, что тройная терапия должна быть минимизирована, и, по сути, сегодняшние рекомендации говорят о том, что, по сути, это минимизировано до недели приема трех лекарственных препаратов в большинстве случаев, и, по сути, это та самая неделя, которую пациент проводит под тщательнейшим наблюдением врача в условиях госпитализации, когда есть и возможность моментальной реакции, да, на развившееся кровотечение. Поэтому пациент, который выписывается из стационара, уже не будет получать эту тройную терапию, повторюсь, в большинстве случаев, да, в редких случаях, когда крайне высок риск тромбоза, да, у таких пациентов, когда крайне высок ишемический риск, то такие, у таких категорий пациентов может быть продлена антитромботическая терапия, тройная терапия, да, но это особая ситуация и с анатомической точки зрения, да, и с точки зрения выполнения вмешательства. Затем следует период двойной терапии, повторюсь, это фибрилляция предсердий, да, то есть в любом случае прямой оральный антикоагулянт останется. В сочетании с антитромбоцитарным препаратом в этом случае, как правило, это будет клопидогрел, да, минимизируется риск, длительность такой терапии практически до 6 месяцев. И задача даже у такого сложного пациента с фибрилляцией предсердий при элективном ЧКВ как можно быстрее перейти на монотерапию прямыми оральными антикоагулянтами, да, то есть через 6 месяцев мы уже можем переходить. У пациентов после острого коронарного синдрома рассматривается двойная терапия приблизительно до года и тоже как можно быстрее переход на монотерапию прямыми оральными антикоагулянтами. Таким образом, мы сегодня стали с вами свидетелями буквально стратегии уменьшения длительности наиболее уязвимого периода, наиболее сложного периода применения самых, скажем так, небезопасных вмешательств с точки зрения, да, и баланса пользы, да, то есть профилактики повторного события, профилактики тромбоза стента, да, и с точки зрения баланса риска кровотечения. Безусловно, играет значение и выбор метода антитромботической терапии, и, конечно, в этой ситуации наиболее часто на эту тему мы рассуждаем, когда говорим о фибрилляции предсердий, когда практически пожизненно показана терапия, антикоагулянтная терапия у пациентов с так называемой неклапанной фибрилляции предсердий, и в этих случаях мы говорим о том, что у нас нет прямых сравнений современных препаратов поаков между собой, но для каждого поака есть сравнение с фарфарином, но, тем не менее, попытка сравнить эти поаки производится практически постоянно путем различных метаанализов. И вот я сейчас процитирую два метаанализа, которые говорят о том и подтверждают данные отдельных рандомизированных клинических исследований, когда поаки сравнивались с антагонистами витамина К, о том, что неоднородны могут быть их результаты, в том числе и в зависимости от разных вариантов кровотечений. И вот сегодня мы с вами видим, что наиболее безопасным условно считается эдексабан с точки зрения смертельных кровотечений. На втором месте находится эдексабан с точки зрения крупного кровотечения и возможности развития внутричерепного кровоизлияния считается добегатран, а вот с точки зрения желудочно-кишечного тракта это наиболее частый вариант кровотечений, наиболее безопасным считается эдексабан. Точно так же дополнительно еще один метаанализ с прошлого года, когда посмотрели, как соотносится по такому же принципу риски кровотечений прямых оральных антикоагулянтов, постарались их ранжировать по риске и в порядке убывания безопасности, опять-таки первую строчку занял эдексабан. То есть у нас все время накапливаются данные, которые в условиях отсутствия прямых сравнительных рандомизированных клинических исследований с той или иной долей допущения позволяют нам ранжировать в том числе и прямые оральные антикоагулянты между собой, но при этом есть данные в пользу того, что они все более безопасны, чем варфарин. Важнейший компонент любой антитромботической терапии, а тем более терапии при фибрилляции предсердия, я не случайно на ней останавливаюсь особенно, это управление рисками кровотечений. И в принципе управлять рисками кровотечений нужно при применении любой антитромботической терапии, не только прямых оральных антикоагулянтов, но и антитромбоцитарных препаратов. Поэтому вот на примере клинических рекомендаций по фибрилляции предсердий, что мы знаем, что мы всегда должны оценивать риски кровотечений. И в случае с фибрилляцией предсердий даже высокий риск кровотечений, который мы выявляем по хорошо известной вам шкале Хазблет, говорит нам о том, что мы должны проводить профилактику кровотечений, но не должны отказываться от назначения прямого орального антикоагулянта. Позиция современных рекомендаций в отношении фибрилляции предсердий достаточно тверда, что риском кровотечений можно управлять, а назначение прямого орального антикоагулянта по показанию обладает, скажем так, приоритетом в отсутствии противопоказания. Это приоритетная стратегия снижения риска инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. И самое главное, к чему нас призывают клинические рекомендации, что мы должны не только однократно оценить перед назначением прямого орального антикоагулянта риск кровотечений, но и постоянно проводить его переоценку, если хотите, при каждой встрече с больным, особенно получая какие-то новые данные анализов. Раз в год точно мы имеем, а то и чаще, если эти пациенты наблюдаются, находятся на диспансерном наблюдении, получаем данные и должны пересматривать, собирать анамнез, ориентироваться на данные лабораторных исследований с точки зрения переоценки рисков и управления рисками. Потому что факторы риска кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий, которыми мы не можем управлять, немодифицируемых факторов риска не так уж и много. И действительно, опять-таки, повторимся, что у таких пациентов следует наиболее тщательно контролировать риски кровотечения, тщательно их клинически наблюдать, но тем не менее стремясь сохранить жизнеспасающую терапию. Модифицируемых факторов риска кровотечения или потенциально модифицируемых факторов риска значительно больше. И поэтому, опять-таки, это искусство врача, это понимание этих факторов, умение эти факторы отслеживать для того, чтобы минимизировать риски кровотечений. И обратите внимание, гериатрические проблемы, риски падений, старческая астения – это те состояния, опять-таки, на которые мы можем воздействовать, проводя профилактику падений, проводя меры, подбирая меры по профилактике прогрессирования синдрома старческой астении, проводя проводя меры по профилактике полипрогмазии, контролируя другую терапию с потенциальным риском кровотечения, в частности, нестероидными противовоспалительными препаратами у пациентов, получающих прямой антикоагулянт. Это то, что в наших силах и то, что мы можем и должны делать. Наконец, еще одна стратегия, которая не менее важна, а все более и более важна. И более того, она также присутствует в клинических рекомендациях. Это защита желудочно-кишечного тракта для снижения риска кровотечений у пациентов, которым по абсолютным показаниям назначили антитромбоцитарные препараты или антикоагулянты. Посмотрите, пожалуйста, на то, что рекомендуют гастроэнтерологи. Они рекомендуют прием ингибиторов протонной помпы с целью защиты слизистой больным, которые получают монотерапию ацетилсилициловой кислотой или получают двойную антитромбоцитарную терапию или оральную антикоагулянтную терапию и имеют высокий риск желудочно-кишечных кровотечений. Высокий риск желудочно-кишечных кровотечений – это, наверное, ключевой фактор, на который мы должны обращать внимание. И мы с вами понимаем, что к такому риску, к высокому риску относятся, прежде всего, пациенты с анамнезом кровотечений, пациенты, которые имеют анамнез с язвенной болезнью желудка, да, и поэтому такие пациенты требуют нашего особого понимания. Снижают ли ингибиторы протонной помпы риск кровотечений? Да, абсолютно верно. Они снижают, есть тому доказательства. И обратите внимание, что для любого прямого орального антикоагулянта, независимо от того, какой риск кровотечений присущему изначально, дополнительное назначение ингибиторов протонной помпы, да, понижает риски. Обратите внимание, да, сиреневые точки, они всегда ниже, причем достоверно ниже, чем желтые точки. Сиреневые точки – это терапия антикоагулянтом с использованием ингибиторов протонной помпы и без использования ингибиторов протонной помпы желтые точки. В любом случае, для каждого данного подхода к терапии эта ситуация является воспроизводимой, да, и поэтому задуматься о том, что пациенту, которому назначается терапия антитромбоцитарная или антикоагулянтная о защите желудочно-кишечного и слизистой желудочно-кишечного тракта необходимо. При этом, уважаемые коллеги, к сожалению, ингибиторы протонной помпы, да, далеко не всегда решают все наши проблемы, но при этом обратите внимание, да, что все-таки риск снижается, и опять-таки подчеркнем, что особенная эффективность в отношении кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а именно из желудка. Но пробеление ингибиторов протонной помпы, да, имеет свои определенные проблемы, да, и связано это и с механизмом действия препаратов, и с локальным воздействием, да, поскольку, в общем-то, их эффект лимитирован преимущественно желудком, поэтому они неэффективны для профилактики и лечения других энтеропатий, да, поражения, связанных с применением, например, нестероидных противовоспалительных препаратов на более низком уровне. Более того, риск повреждения слизистой оболочки тонкого кишечника при применении ингибиторов протонной помпы может даже повышаться, да, ну и, собственно говоря, к сожалению, мы на сегодняшний день, да, принимая, должны принять, что по-прежнему польза, риск длительного применения этих препаратов остается под вопросом, потому что имеются данные, не все к этим данным, скажем так, интерпретируют их однозначно, поскольку это данные выходят из наблюдательных исследований, то есть исследований из не очень высокого качества, но, тем не менее, они указывают на то, что применение ингибиторов протонной помпы, особенно в гериатрической популяции, да, особенно по такому показанию, как гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, да, может быть ассоциировано в том числе с неблагоприятным гериатрическим прогнозом, вы видите повышение риска переломов, повышение риска деменции, кстати, повышение в том числе и B12 дефицит на анемии, но и в то же время неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений. И вот эти вот аспекты безопасности, они по-прежнему, да, позволяют нам надеяться на то, что и напротив нас подталкивают к поиску более безопасной гастропротекции, да, и к более надежной гастропротекции, да, особенно если учесть, да, что, к сожалению, не на все механизмы риска развития кровотечения мы с вами можем повлиять, но, тем не менее, мы с вами очень четко знаем, что у нас есть очень важный фактор риска кровотечения, один важный механизм развития кровотечений – это так называемая повышенная проницаемость кишечника или проблемы, связанные с нарушением желудочно-кишечного барьера. Синдром повышенной эпителиальной проницаемости – это один из универсальных синдромов, да, который получил большое звучание на сегодняшний день и большое внимание, в том числе благодаря российским экспертам, прежде всего, профессору Симоненкову, да. В чем он заключается? Мы знаем, что кишечный барьер состоит из нескольких слоев – слой слизи, эпителиальный слой, защитный слой, собственно, кишечной стенки, которая вырабатывает в том числе различные цитокины. И, по сути, вот кишечный барьер отгораживает действие микробиота кишечника, да, которое тоже может выступать именно в качестве повреждающего фактора, особенно при ее неблагоприятном составе, защищает от целостной слизистой эпителиальный барьер, защищает в том числе от воздействия лекарственных препаратов. И вот нарушение плотных контактов, нарушение межклеточного транспорта способствует нарушению эпителиальной проницаемости синдрома и развитию синдрома повышенной эпителиальной проницаемости, и связано это с очень многими факторами, с факторами повреждения. Вот этот консенсус, о котором я вам говорила, был он опубликован уже три года назад, большая группа экспертов, и, собственно говоря, один из важнейших разделов этого консенсуса в том числе был посвящен вопросу, как защитить слизистую желудочно-кишечному тракта у пациентов, принимающих антиагреганты и антикоагулянты, и в том числе как лечить повышенную кишечную проницаемость, как один из механизмов повышения риска кровотечений. И в этом отношении очень перспективным лекарственным средством, особенно учитывая все ограничения, присущие ингибиторам протонной помпы, перспективным является рибомепид или рибогид, поскольку он защищает слизистую, восстанавливает слизистую, скажем так, воздействуя на все три слоя и на все механизмы нарушений кишечного барьера. Восстанавливается слизистый барьер, восстанавливается накопление слизи, сшиваются плотные контакты, повышается регенерация эпителия, устраняется повышенная эпителиальная проницаемость, способствует он, препятствует защите от проникновения бактерий и токсинов, нормализует уровень воспаления в кишечной стенке. Иными словами, этот препарат, который доказал и занял свое прочное место в гастроэнтерологии, в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, и, соответственно, мы переносим его действие и рассчитываем на него как на препарат, который способен защитить слизистую желудочно-кишечного тракта у пациента, который вынужден принимать антитромбоцитарную или антикоагулянтную терапию. При этом очень важно подчеркнуть, что действие рибомипида происходит на всем протяжении, это универсальный протектор слизистой. И действие рибомипида реализуется на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, не ограничено только желудком, как у ингибиторов протонной помпы, но и защищает и слизистую тонкой кишки, толстой кишки. Огромное количество исследований, которые демонстрируют его защитные действия, в том числе и у пациентов, которые получают лучевую терапию, противоопухолевую терапию. Это препарат, который восстанавливает свойства слизистой глаза. И одно из первых применений рибомипида, препарат пришел к нам из Японии, было применение в виде глазных капель для лечения синдрома сухого глаза. То есть очень много перспектив и защита слизистой, в том числе верхних дыхательных путей. Повторюсь, это универсальный протектор слизистой. Вот только что мы рассуждали о вирусах. И потенциально, восстанавливая функцию слизистой верхних дыхательных путей, наш первый барьер на встрече с вирусами тоже может способствовать, в том числе уменьшению риска заражения. При этом, опять-таки, хорошо верифицированы плеотропные эффекты препарата, в том числе, которые могут влиять и на механизмы, связанные с атерогенезом. И есть экспериментальные данные, например, которые демонстрировали, что, по крайней мере, аорта животных на гиперхолестериновой диете, если назначается рибомипид, то изменения в ней не столь выражены. И, условно говоря, можно практически сравнить со статинами. И на статинах эффект выражен максимально, но и на рибомипиде защитный эффект в отношении сосудистой стенки был значимо больше плацебо. Поэтому, возможно, у пациентов, которые имеют заболевание желудочно-кишечного тракта, принимают по этому показанию рибомипид, дополнительно принимают статин, например, с целью вторичной профилактики, эффект может быть потенциирован. Ну и подчеркну, что доказательная база рибомипида как протектора слизистых, вот в тех ситуациях, которым я сегодня уделяю особое внимание, назначение ацетилсалициловой кислоты в монотерапии, двойная антитромбоцитарная терапия, применение прямых оральных антикоагулянтов. Есть доказательная база, прежде всего, из наблюдательных исследований, да, который говорит нам о том, что рибомипид обладает, способен повысить безопасность этого вида терапии. Ну и, безусловно, да, применение рибомипида как в монотерапии, так и в комбинации с ингибиторами протонной помпы, это тот очень важный аспект для профилактики НПВС, ассоциирован гастропатии и энтеропатии, да, у тех пациентов, которые вынуждены принимать нестероидные противовоспалительные средства, например, пациенты с заболеваниями суставов. Сформулирована позиция рибомипида не только с точки зрения такой протекции или препарата, который лечит повышенную эпителиальную проницаемость, но она нашла свое место в том числе и в консенсусе экспертов, специально адресованной по снижению риска желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, получающих оральные антикоагулянты, и вот здесь эксперты попытались дать очень простые критерии высокого риска желудочно-кишечного кровотечения, вы видите их на слайде, ну и определили, да, что, например, применение прямых оральных антикоагулянтов это и выбор антикоагулянта, и применение в том числе гастропротекции при необходимости комбинирования рибомипида с ингибиторами протонной помпы или дальнейшее применение рибомипида в качестве монотерапии, и в том числе это один из подходов для повышения безопасности двойной и тройной антитромбоцитарной терапии. И как долго принимать рибомипид, вопрос всегда непраздный, да, что рибогид мы можем практически рекомендовать на весь период терапии прямыми оральными антикоагулянтами, по инструкции к препарату, как правило, это трехмесячный прием, но поскольку защита слизистой требуется на протяжении дольшего времени и есть в нашем распоряжении данные исследований, которые говорят, что многолетний прием рибомипида безопасен, да, то в этом отношении мы можем его использовать неопределенно долгое время. И еще раз подчеркну, что мы повторно обращали внимание и пересматривали консенсус по антитромботической терапии у пациентов, в том числе пожилого возраста, да, и именно по тем позициям и в связи с теми факторами, о которых я только что обсудила, мы подчеркнули, что рибомипид может быть назначен на весь период антитромботической терапии у тех пациентов, которые в этом нуждаются, в том числе пациентов пожилого возраста. Наверное, уважаемые коллеги, все, что я хотела сказать по теме заявленного сегодня доклада, если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Да, спасибо, тут есть вот вопросы. При выявлении бляшки 30% БЦА невролог назначил кардиомагнил. Необходимо ли продолжать прием? Ну, уважаемые коллеги, нет, прием можно не продолжать. Бляшка – это не событие. Бляшка 30% – это показание для назначения статины. Это относит пациентов к высокому риску. Один из критериев отнесения пациента к высокому риску бессимптомная бляшка более 25%. От 25% до 50% в некоронарных артериях. Здравствуйте. Если у пациентки 90 лет с фибрилляцией предсердия весом больше 60 кг, нормальным креотинином, на дозе ликвиса 5 возникло носовое кровотечение. А 5 – это что такое? Геморроидальное кровотечение. То можно ли уменьшить дозу ликвиса до 2,5? Может ли рибогид у пациентов с хронической болезнью? Ну, это уже другой вопрос. А 5 – это раз в день или 2 раза в день? Ну, непонятно же, о чем речь идет. Да, но тут не совсем понятно, потому что вы абсолютно правы, Павел Андреевич, что эпексабан – это препарат, который для двукратного приема в сутки. И, соответственно, стандартная доза у пациентки, которая описана, это будет 5 мг 2 раза в день. И здесь, в общем-то, не повод для того, чтобы уменьшать дозу препарата. Из-за описания нормальная функция почек, масса тела, возраст, да, нет критериев для снижения дозы, да, поэтому продолжить терапию можно, но нужно искать причину носовых кровотечений, геморроидальных кровотечений при необходимости, в том числе, прибегая к хирургической коррекции, да, например, геморроидальных узлов, да, если есть показания, то лечить нужно, в том числе. Это вопрос про профилактики кровотечения. Да, потому что там чаще всего это атрофия слизистой. Ну, конечно, если у вас атрофия слизистой в носу, то на фоне ликвиса кровотечение может усиливаться. На фоне всего будет. Да, ну это значит, надо просто убирать атрофию. Может ли рибогид у пациента с хронической болезнью почек улучшать состояние кишечника, страдающего из-за выделения мочевины, то есть может ли рибогид улучшить всасываемость перорального железа? Что-то как-то тут, при чем здесь мочевина? Ну, не знаю, многовато что-то. Ну, сложный, видимо, очень вопрос, да, но, по крайней мере, по функции почек, можно сказать, у рибогида нет противопоказаний. Насчет всасывания железа тоже непонятно. Не совсем понятно, почему он должен это нарушить. И железо, хроническая болезнь почек, да, но тут, если речь идет о коррекции анемии, то тут происхождение анемии несколько более сложное. Да, и железо тут, в общем, не при чем. Ну, в общем-то, не очень при чем. Да. Так, что-то тут 80+, возраст 2,5 миллиграмма, два раза. Еще раз, 2,5 миллиграмма, если вы имеете в виду ликвиз, то это плацебо доза, она не работает, в принципе. Но если речь идет о 80+, плюс вес меньше 60 или плюс креатинин сыворотки больше 133, это критерии уменьшения дозы. Не понятно, потому что тут несколько человек под одно и то же, вроде здесь был вес больше 60, нормальный креатинин, а здесь что-то. Ну, в общем, ладно, бог с ним, вопрос непонятен. Ну, я надеюсь, что понятен ответ, уважаемые коллеги, да, критерии коррекции дозы 80+, в сочетании с весом меньше 60 или с функцией почек больше 133, просто по уровню креатинина, микромоль на литр. Ну, да, ну, в общем, да. Ну, хорошо, тогда как долго можно принимать апексабан? Давайте я отвечу. Всю оставшуюся жизнь. Практически, да. Ну, есть фибрилляция предсердия, она не проходит сама по себе, значит, всю жизнь, когда она будет, соответственно, придется принимать апексабан. И также после тромбоза глубоких вен, да, профилактика повторных событий тоже продленная, при определенных условиях продленная профилактика тоже может осуществляться. Ну, если при тромбозе вен еще там больше, то при фибрилляции это прямое показание для постоянного приема апексабана. Хорошо, спасибо большое. Откроем.